Доброе утро всем! Привет! Итак, вчера, кто пропустил, вдруг не посмотрел вчерашний влог, я впервые попробовала кудрявый метод мойки и сушки головы на своих волосах. И многим было интересно после предыдущего видео и в инстаграме о том, как будут выглядеть они на утро после того, как я с ними поспала. Я поспала, вот как они выглядят на утро. Честно говоря, я думала, будет хуже. Я боялась, что они сильно вспушатся, потому что я сплю не понять, как, и я думала, они у меня разлезутся, но нет, в принципе, структуру они сохранили. Некоторые пряди вот снизу распрямились, то есть они стали не такими закрученными, но это поправимо. В принципе, я вам сегодня расскажу, как это поправить. Я думаю, что я не буду сегодня перемывать голову, потому что я боялась, что они будут выглядеть некрасиво, мне придется перемыть ее снова, но нет, я останусь так. Я просто поправлю укладку, и вот те места, которые у меня распустились, я подкручу снова. Немножко освежу корни, в плане их нужно чуть-чуть, мне кажется, как-то растрясти, что ли, чтобы они снова приподнялись. И пришел мой Артем. Привет. Привет. Что ты такой? Да, у нас, блин, свет опять отключил. А, да, и у нас опять отключили электричество, там видно, какие-то ремонтные работы сейчас проходят у нас, и у нас нет искричества, поэтому мы в темноте сейчас. А у нас туалет-то работает? Или насос тоже не работает за счет электричества? Я только что сходил, вода была. И смыл, и не подумал, да, о том, что... Не, ну там просто надо было смывать. Она опять не наберется. Может набраться. А ты послушал, набирается она или нет? Набиралась вроде, да. Ну ладно, потому что у нас насос, и я не знаю, мне кажется, что-то он от электричества работает или нет. Но он набирал, почему? Это странно. Ладно, сейчас пойду проверю, а пищу не хочу. Плохо! Да, мы выяснили, что насос не работает. Ну, конечно. Можно было и раньше так вот додуматься, но я все сходила пописать. Поэтому в туалете у нас уже тоже бочки воды не осталось. Простите за те, кто тоже хотели. Извиняюсь за подробности, но таков же и телефончик. Что тут мне написали? Пойдемте все-таки чистить зубы. Надо их почистить, потому что я не знаю, когда появится свет. А мне сегодня на 15.30 надо в центр. Поэтому я беру питьевую воду. Где-то у нас был графинчик вот для воды. Наливаю. И иду вот так со стаканчиком мыть зубы. Вот так это вот происходит. А точнее не происходит. Класс. Супер, блин. А самое интересное то, что пока у нас не появится электричество, а соответственно Wi-Fi, я не могу загрузить исходники со вчерашнего влога, чтобы не его смонтировали. Поэтому у меня не выйдет влог, пока у нас не появится электричество. Это плохо. Мочим в стаканчике загнущетку. Балдель. Мне пора новую загнущетку, кстати, купить. Это уже разваливается. Все. Ваша здоровьечка. Все. Готово. Только что еще попросила Артема слить мне водички на руки, и я умылась. Ура! Илюха. Что? Господи. Напугала. Чем? Ты напугала просто. Илюха. Ты еще не уже ходил в туалет? Я увидел там эту самую. Укашечку. Да, кстати, там чья-то плавала. Я тоже увидела. И все. Я сходила пописать и смыла. И вода... А, все? Тут уже воды нет? Угу. А на первом? На первом сходил Артем. Вот вы семейка. Я честно. Вы могли скрыть на один. Артем сказал, что он сходил внизу, но он не мог не смыть. Ну типа, надо было. И говорит, вроде, значит, добралась вода все равно. Он думает, чью? Ну ладно, пойду проверю. Проверила. Не набралась. Засиби. Прости. А я не люблю врать. Я говорю честно. Что-то я потратила воду. Мне теперь жить с этим. Так, я не знаю, насколько это правильно, но я вот сейчас делаю вот так, для того, чтобы волосы чуть-чуть отмялись в обратном положении. А вообще, если вы пользуетесь кудрявым методом, расскажите, как вы спите. Ну, может, вы как-то завязываете волосы специально на ночь. Или, может, какой-то платочек на волосы одеваете. Потому что я знаю, что некоторые вот просто кудрявые девушки спят со специальным таким платочком, типа, завязывают, чтобы волосы никуда там не одевались. Может быть, так стоит. Я, конечно, не очень хочу спать с платочком на голове, но если это работает, то может быть. Все, объемчик чуть-чуть вернулся. Нужно еще вот это будет подкрутить потом перед выходом. И все. Ну, я рада, что я помыла вчера голову, потому что если бы нет, я бы сегодня в универ не поехала на 5 часов. Мы едем сейчас с Асей вдвоем. Я еду в универ. Ася не в универ. Ася едет сейчас по делам. Я ее закидываю, потому что по дороге нам в одно приблизительное направление. Так что такие дела. Скоро буду на встрече с однокурсниками своими. Не знаю даже, кого как зовут. У меня еще имена плохая память. Да, я всем уже про это сказала. Я говорю, ребят, я вас буду очень долго называть не теми, кем вы есть. Все, Асю я высадила. Как я уже вроде говорила, мы с однокурсниками встречаемся чуть-чуть раньше, просто чтобы познакомиться, и потом всем вместе пойти на это собрание в универ. Я взяла с собой на всякий случай блокнот и ручку, хотя нам не говорили, что это будет типа пара какая-то или нет. Короче, непонятно вообще. Сейчас встретимся на Арсенале, в каком-то кафе, может, посидим, и потом пойдем пешочком к универу. Мне нужно будет за парковку еще узнать, чтобы мне дали какой-то пропуск, чтобы я могла на территорию универа заезжать на машине. Еще, и надеюсь, я смогу парковаться прямо в универе, потому что сейчас мне придется припарковаться чуть-чуть дальше от него. Вы посмотрите просто, что находится возле моего универа. Тут ребята отшучиваются, что мы все экзамены с Божьей помощью будем сдавать просто. Вот так и живем. А вот по этому темному двору я сейчас вступаю к машине, где я ее оставила. Сейчас сяду в машину, все вам расскажу, я уже закончила. Итак, сейчас я все еще помню, что я вам еще ничего не рассказала, это в процессе еще заехала в торговый центр для того, чтобы забрать подарок Марку от нас всех, потому что я тут рядом была. Я забрала, хотелось ходить в туалет, потому что я сейчас лопнула. Вы прикиньте, он платный. В торговом центре платный туалет. Я еще никогда такого жлобства не видела, чтобы в ТРЦ он был платный. У меня нет с собой вообще ни гривной налички, поэтому придется терпеть и дома. Лол, платный туалет в торговом центре. В самом центре Киева. Охренеть. Боже, вы просто не представляете, какой у меня сегодня конченый день. Это просто ужас. Все началось еще с самого утра, когда у нас отключили свет, и я поняла, что, скорее всего, я не смогу сегодня выставить влог, потому что вчера вечером я не смогла закрутить исходники на ноутбук, не получилось. Мне пришлось пересидеть на утро, утром отключили свет, соответственно, Wi-Fi нет, влога не может. Будь то, что нет способа, как передать материалы монтажеру. Во-вторых, я очень долго сегодня ехала до универа, потому что были большие пробки, и после того, как я завезла Асю, я еще очень долго ехала, потому что все стояло. В городе Митинги, по какому-то поводу, я не понимаю, по какому, очень много дорог перекрыли, и эти перекрытия не отображались на навигаторе. То есть меня навигатор ведет дорогой, я еду, она перекрыта, а навигатор говорит, типа, едь прямо, все нормально. И мне пришлось много объезжать, чтобы добраться все-таки до универа. Потом я приехала в универ, но встретилась там рядом с однокурсниками. Мы потелебали пешком от метро, где мы встретились. Я решила, что я подойду туда, ставлю там машину и пойдем до универа пешком прогуляемся, пообщаемся и так далее. Было очень холодно, я пока дошла чуть-чуть демпмерла, потому что я не рассчитала, что это достаточно далеко, и оделась легко, а, соответственно, машина стояла далеко. Короче, мы ходили, все сложно. Следующая проблема, то, что у нас оказалось сегодня не просто собрание, а у нас оказалось две пары. Причем такие скучные, вы тупо себе не представляете, я терпеть не могу эти два предмета. И как раз сегодня они у нас два подряд стояли. Это предмет история костюма и история хореографии. Как тот, так и тот предмет я очень не люблю, потому что они дико скучные, ни о чем, и это просто жесть. Отсидели. Аудитория была очень холодная, где мы сидели эти две пары, там был дикий тубарь, ни о каких батареях речь не идет, я вообще не понимаю, как мы там выживем. Нам рассказали все организационные вопросы, рассказали, когда какие пары, дали расписание. Завтра у меня просто дебильнейшее расписание, потому что у меня одна пара завтра на 10 утра, вторая пара у меня на 5 вечера, и потом еще одна после этой, после пары на 5, у меня еще одна сразу подряд после нее. Я в шоке, потому что на 10 утра, получается, до половины 12-го у меня будет одна пара, и потом мне надо гулять до 5 часов там где-то, потому что домой мне нет смысла ехать в это время, так как это реально далеко будет и долго, тем более пляха-муха. Обычно все радуются, когда универ у кого-то находится в центре, но я, честно, вообще не рада, потому что туда доехать на машине очень проблематично. Еще проблема, на которой я сегодня была, извините, мне надо пожаловаться, потому что мне так накипело сегодня. На территории универа нельзя заехать на машине, и хотя там припаркованные машины, мне сказали, что студентам все равно нельзя, типа паркуйся где хочешь. Я просто единственный человек на потоке, у кого есть машина, которого это волнует, соответственно, никого из руководства это не волнует, типа на одного человека мы не будем сейчас парковку а-ля активизировать, хотя там стоят машины, я не понимаю, кто там припаркованный, кого-то отпускает, но мне туда нельзя. Соответственно, теперь помимо того, что мне придется долго ездить в универ, так еще и машину будет проблематично, очень проблематично поставить. Я вообще, честно говоря, теперь не уверена, что я буду ездить туда эти две недели на машине, потому что мне реально, блин, проще, мне кажется, будет либо поехать на метро, либо вызвать такси. Это вот реально сегодня был первый день, когда я пожалела, что я поехала на машине, вот за всю свою жизнь, потому что я действительно очень долго ехала. Я не знаю, что делать. У меня просто шок. Дальше. После пар мне позвонил Артем и сказал, что он не может заехать в торговый центр для того, чтобы забрать подарок Марку, а мне по карте показывало, что этот торговый центр находится возле меня, рядом, глобус в Киеве, и типа мне туда доехать буквально 10 минут от маршрута, и я могу забрать. Но когда я начала туда ехать, я поняла то, что нифига не все так просто, потому что, опять же, половина города перекрыта, навигатор этого не показывает. Я ехала 40 минут, вместо того, чтобы ехать 10. Еще я сегодня съела все больше один бутерброд. Очень хочу писать. В торговом центре оказался платный туалет. У меня просто бомбит. Я не знаю. Я не знаю, во сколько мне завтра она будет выехать из дома, потому что мне надо на 10 уже быть на паре, а ехать между нами хрен знает сколько. И еще на завтра я договорилась на вечер про суши по бартеру, потому что мне предложили, я согласилась как раз у марка день рождения, закажем роллы, класс, все наедимся. Но мне надо было их забрать в 5 часов вечера, а я понимаю, что я в это время только буду на паре. И я не знаю, когда я смогу приехать и начать вместе с ребятами отмечать день рождения, потому что у меня пары будут. Супер. Просто. Супер. Соответственно, я не знаю, что мне делать теперь с роллами, которые я хотела заказать и привезти на общий стол вечером, потому что я буду не дома, а на парах. Не знаю, как их забрать. А это надо сделать мне, потому что я должна там снять рекламу, когда буду их забирать. Я не знаю. Я просто умру скоро с голоду, мне кажется, и от горя одновременно. Все, я пожаловалась. Спасибо за то, что послушали, но мне надо было это сделать, потому что я слишком много сегодня этого всего в себе держала, и меня все напрягает. Фух, легче стало, честно. Я вспомнила еще две проблемы, про которые я вам не рассказала за сегодня. Еще одна проблема в том, что я из-за того, что очень долго сегодня стояла в пробке, перед тем, как попасть в универ, я не успела записать рекламу в инстаграм, которую я должна была сегодня сделать и выставить. Соответственно, мне пришлось менять сроки, извиняться, говорить, что мне не получается сегодня это сделать, давайте перенесем. И еще завтра, в первую половину дня, я должна была снимать еще один небольшой ролик для бренда, который я просто еще не успела, скажем так, оформить, потому что мне не дали еще нужные материалы. Мне там должны были музыку скинуть и так что еще. Короче, мне их только вчера скинули, и я сказала, что я завтра в первую половину дня сниму то, что им нужно и отправлю на подтверждение. Я-то не знала, что у меня пара на 10 утра будет, а вторая на 5 вечера. Поэтому мне придется сейчас еще писать бренду о том, что сорянчик, но завтра мне не получится снять, так как я вам обещала то, что я обещала, потому что мне поставили пару. Боже мой, этот универ еще даже не начался, а сколько из-за него появилось новых проблем. Я уже жалею, если честно, о том, что я решила туда пойти. Очень. Я надеюсь, это было не зря. Ну, хотя я сегодня на двух парах подряд, когда чуть не уснула, мне так и показалось, что это было зря. Короче, меня радует только то, что это две недели. И потом я опять могу полгода об этом не думать, а потом опять леню. О, ребята, чувствую кайф в моей жизни сейчас наступит. Ну, и, конечно, еще самое последнее, это то, что мне придется сейчас есть в маке, опять я иду брать. Я, и у меня тупо не получается питаться, правильно, ребята? Я пытаюсь, но у меня сейчас, я понимаю то, что, во-первых, у меня дома сейчас нет продуктов для того, чтобы приготовить нормально ужин. Во-вторых, уже 9 часов, я не буду сейчас приедать, ну, не буду сейчас дома уже начинать готовить ужин. В половине десятого, пока я туда приеду, будет уже половина десятого. В-третьих, тупо у меня уже нет сил, потому что я сегодня заколебалась, просто я не хочу уже ничего готовить. И как, ну, как можно нормально начать питаться? Я просто не понимаю. Мне надо что-то менять в своей жизни, потому что я скоро умру, мне кажется. Короче, все, я уже привела себя в порядок, коснула в полную готовность, и уже буду спать, потому что завтра вставать часов в 7, а не надо выехать в 8.50, 8.40, где-то так. Ах, бесит меня все это. Ну, ладно, ничего, нормально, мы прорвемся. Завтра маркетинг рождения, так что в день, когда выйдет этот влог, можете поздравить Марика. Будем вечером отмечать, я просто не знаю, во сколько я приеду домой, но будем отмечать. Тема там уже схрапит. Я приехала, выговорила с Темой, рассказала все, что еще там произошло. Меня пообнимали. Почему они? Мне стало чуть-чуть легче. Пишите в комментариях, что вас интересует в воду универа, что вам рассказать. Пока что сегодня еще толком ничего не узнала. Нормально. Ребята вроде все хорошие, могу вам завтра рассказать свое расписание, какое оно будет. У нас, кстати, в группе по современной хореографии только две девочки, прикиньте, две девочки. В основном все поступили на родники и классики, а именно современница, только я и еще одна девочка. Но в основном у нас все равно все пары будут со всеми остальными. Теоретически у нас только два предмета будет проходить отдельно от всех. То есть на двух предметах мы будем с Наташей вдвоем. Все остальные у нас будут со всеми. Все. Ребята пока.